Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS World 2.5 И это у нас прохождение третьей миссии компании Rising Squall Итак, в брифинге написано, что грузовой самолет перевозит совершенно секретный воздушный груз в королевство Рафаэль Разведка обнаружила высокую активность повстанцев вблизи границы с Рафаэлем А также возможное наличие враждебных ПВО, которые могут угрожать безопасности грузового самолета Звено ИДЖИС было назначено на сопровождение грузового самолета Этой задачей займутся ИДЖИС-1 Нил Трекер Гибсон и ИДЖИС-2 Боливар Боунс Мануэлла ИДЖИС-3 и ИДЖИС-4 будут находиться в боевой готовности на аэродроме Сэндрок Неопознанные воздушные цели были обнаружены радаром Сэндрока После чего прозвучал сигнал тревоги Текст задачи Взлетайте, чтобы перехватить неопознанные воздушные цели Ищите контакты в районе первого ППМ Следуйте приказам командующего И защитите карго-1 от воздушных угроз Понятно? Давайте я вам быстренько еще покажу картинки в брифинге И будем приступать понемногу И поехали Вот нам показывают аэродром, с которого мы будем производить взлет В общем-то первая пара ИДЖИС уже взлетает На полосе можете их наблюдать Главный герой говорит Они назначили всего лишь два самолета на эту миссию И именно я тот, кто будет сидеть на скамейке запасных Эх, ИДЖИС-4 говорит Когда дело доходит до Чуниума Они не хотят говорить слишком много Так что мало людей знает об этом Кстати говоря, Чуниум это то самое супертопливо Вокруг которого сюжет крутится Главный герой спрашивает А другие команды знают, чем они вообще занимаются тут? ИДЖИС-4 отвечает По правде говоря, большинство миссий, связанных с Чуниумом, засекречены Так что большинство команд ничего не знают об этом Милые командующие в хороших отношениях Возможно поэтому для нас и сделали исключение То есть только звено ИДЖИС знает Что грузовой самолет будет супертопливо перевозить Ну и командующий, понятное дело Хмм, интересно ИДЖИС-4 продолжает Чуниум 500 был открыт 5 лет назад Он позволяет получить намного больше энергии Чем любой другой традиционный источник Но из-за очень высокой сложности добычи А также неравномерного распределения Цены на него безумно высокие Так что чем меньше людей знают о нашем грузе, тем лучше Там командующий на фоне говорит Что первая пара должна уничтожить вражеские средства ПВО Для безопасного перелета транспортного самолета О, машинки покатились куда-то Че это они? Тревога, тревога Неопознанные воздушные цели приближаются к нашему воздушному пространству Истребителям взлет на перехват Повторяю, истребителям взлет на перехват Это диспетчер базы нам сказал ИДЖИС-3, ИДЖИС-4 Рулите на полосу 31 И вам взлет разрешен Давайте Сейчас этот тарантас только укатится с моего пути И начну руление Да, в этой миссии нам уже нужно самим взлет произвести И при этом не покатиться колобком по аэродрому ИДЖИС-3 начал руление Давайте рулим на полосу ИДЖИС-4 начал руление Следую за тобой Хорошо По разметке По рулим на полосу Благо, что рулить-то недалеко Вон и полоса, собственно Редкий момент тишины в эфире Давайте я вам хоть дам музыку послушать немного А то большую часть времени музыку не слышно Поскольку она перебивается переговорами И ведь погромче ее не сделаешь Поскольку если увеличишь громкость шлемофона в настройках аудио То и переговоры громче станут В любом случае На полосу 31 я вырулил И давайте сходу сразу начну взлет Поскольку у нас тут чрезвычайная ситуация Как-никак Форсаж Начинаю разбег вдоль полосы Ручку на себя Смолет, конечно, прям загружен капитально так Отрыв есть Шасси убрал Закрылки убрал H3 взлет произвел Давайте сразу на ППМ Начну разворот Командующий говорит Это Бишоп H3 и H4 Разворачиваетесь курсом 130 на первый ППМ Цель на удалении 10 морских миль Предельно малая высота Движется курсом На перехват Карго-1 Это грузовой самолет Внимание Мы находимся в регионе Стар Юнион Так что не можем Атаковать цели Без подтверждения Что они враждебные Перехватите Опознайте цели После чего Свяжитесь со мной H3 говорит Принял Давайте перехватим Опознаем И свяжемся Но главное Все-таки Включу перед этим В общем-то Под Аталинку Я уже вижу Какие цели Я должен перехватить Только РЛС Не может обнаружить H4 взлет Произвел Ого Есть захват Цели Ну и давайте Сейчас подлетим К ним поближе Помним Что Атаковать Без разрешения Нам нельзя Так что Сначала Нужно Это самое Разрешение Получить H4 говорит Цели идут На предельно Малой высоте H3 Нам нужно Подлететь Поближе К цели И опознать их А я чем Занимаюсь В данный момент Пытаюсь Супостатов Догнать Усиленно В общем-то Я уже вижу Что коптят Воздуха Незнатно Хе-хе Что еще Ближе Нужно Подлететь Bishop Это AG-3 Это Два Старых Истребителя Времен Энергетической Войны Пилотов В кабинах Нет Так что Эти самолеты Были Переделаны В беспилотники Они вооружены Ракетами Средней Дальности И судя по всему Преследует Карго-1 Запрашиваю Дальнейших Инструкций AG-3 Это Bishop Огонь Разрешил Взбейте Их Над пустыней И не Позвольте Угрожать Безопасности Карго-1 Я думаю Ракету Сэкономлю И этот Пепелац При помощи Пушки Распилю Ну-ка И Огонь Ядрить Его на запчасти Развалил С этой Очереди Хе-хе Второй По тапкам Дал Сразу Что-то он Стремительно Удаляется Смогу я по нему Из пушки Попасть Нет Вряд ли Давайте по нему Тогда ракетой Запулю Пуск Вторая цель Поражена Цели уничтожены Bishop Это ИG-3 Все враждебные Цели были Поражены Ожидаю Дальнейших Указаний ИG-3 В план Были Внесены Изменения Мне нужно Чтобы вы Присоединились К миссии По сопровождению Карго-1 Присоединяйтесь К ИG-1 И защищайте Карго-1 До завершения Миссии Ну Давайте этим И займемся ИG-3 Принял Мне сейчас Высоту 18 тысяч Футов Надо набрать ИG-1 Это ИG-3 Нам было Приказано Присоединиться К миссии По сопровождению ИG-1 Принял Держись Рядом С нами Следи за воздушными Угрозами ИG-2 И я Сосредоточимся На уничтожении Наземных средств ПВО ИG-2 Говорит Минг Я верю в тебя Минг Это главный герой ИG-2 Продолжает А вообще Я удивлена Я думала Что они будут Стараться Посильнее С учетом Того Насколько Ценный У нас Груз Может быть Они просто Проверяют Нас Мы не можем Сказать Знают ли Они точно Что мы Перевозим Чуниум Тут В любом Случае База Повстанцев Должна быть Неподалеку Чтобы управлять Этими Дронами ИG-4 Мы не можем Расслабляться Ситуация Может стать Куда Более Опасной Было бы Намного Лучше Если бы Ты всегда Говорил Так много Как сейчас ИG-4 ИG-4 Тот Еще Молчун Да Но сейчас ИG-1 Многозначительно В эфире Помолчал Главный Герой Говорит Если информация Про Чуниум Засекречена Как эти Повстанцы Узнали Про него Кстати Хороший Вопрос Главный Герой Задает Кто знает ИG-4 Говорит Возможно Кроты Но я Напоминаю Что Про операцию Знает Только Командующий Звено ИG-4 Ну да Ладно Вон ИG-1 Говорит Что Мы Пилоты А не Шпионы Так что Давайте Летать А не Болтайте В вещах Которые С нами Не связаны Ок Бишем Звену ИG-1 Мы Перехватили Переговоры Повстанцев Которые Активируют Средства ПВО По пути Вашего Следования Если Вы Обнаружите Цель Атакуйте Ее Незамедлительно И Уничтожьте Угрозу ИG-1 Подтверждаю Сигнал Цели Обнаружен Начинаю Подавление ИG-3 Карго-1 Под твоей Ответственностью Теперь Не скучай Тут без нас Принял Не беспокойтесь Мы будем В порядке Давайте Буду Тогда Сопровождать Карго-1 Пока Первая пара ПВО Подавляет Красиво Тут Жду Не дождусь Когда в DCS Наконец-то Новые Облака Добавят Поскольку Будет Еще Красивее Блин Транспортник Так медленно Летит Капец Хорошо Что Хорнет На малых Скоростях Отлично Держится Иначе Не знаю Как бы Я его Сопровождал Вообще Командующий Говорит ИG-1 Радар Обнаружил Несколько Воздушных Целей Которые Приближаются К твоей Позиции Будьте Осторожны Мы Не ждем Гостей Из Рафаэля Они Решили Поздороваться И сопроводить Нас Мы Не получали Сообщения От Рафаэля По поводу Эскорта Нашего Полета Так что Будьте В готовности Что Меня Захватили Что Они хотят Делать А сам То Как думаешь Они Нас Явно Захватывают Не для Того Чтобы Доброту Своих Намерений Нам Показать Как Мне Кажется Ракеты Ракеты Отворачиваю Влево Оборонительные Маневры Что Там У первой Пары Явно Проблемы Звено Итчис Ответный Огонь Давайте Им Поможем Тогда Что Что Там Происходит Проклятие В меня Попали В меня Попали Итчис Два Говорит Итчис Два Доложи Статус Отказ Генератора Падение Давления В кабине Гидравлика В порядке У меня Все Еще Есть Контроль Ну Хотя Бо Ее Не Сбили Это Уже Хорошо Я Уж Думал Что В Этой Миссии Мы Итчис Два И Попрощаемся Незамедлительно Возвращайся На базу Итчис Три Итчис Четыре Взбейте Этих Ублюдков Ну вот Ублюдок Номер Раз Захват Есть Надо Кстати Проверить Кто нибудь Атакует Уже Или нет Ну да Эта цель Атакует Мой Союзник Так что Давайте Переключимся На другого Неприятеля Как я уже говорил Цель Распределять Очень важно Вот Второго врага Никто не сопровождает Так что Я по нему Отработаю Думаю В этом вылете Я кстати Вооружен Ракетами АИМ-120 Что меня не может Не радовать Понятное дело Пуск 10 секунд До попадания 9 Цель Мою сторону Даже не смотрит Поэтому Я и не беспокоюсь Что на что-то Интересное Будет В моем отношении Предпринимать Эти проконтролируем Поражение Лучше Есть попадание Цель поражена Отлично Я смотрю Уже в опасной Близости От неприятеля Давайте Оттянусь Немного Чтобы потом Снова Проатаковать Поскольку В толпу Ботов Врываться Это Такая себе Затея По правде Говоря И понятное дело Слежу за Задней полусферой А то вдруг Мне вдогон Запулит Что-нибудь Что у нас тут По картине Я вижу Одну цель Которую никто Не хочет Атаковать Почему-то Ей И займемся Пожалуй Разворачиваюсь На неприятеля Захват Дальность 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 2,5 Морские мили Ту же ракету Для ближнего Воздушного боя Надо пускать Не зря Я ее Сэкономил Да Пуск Цель Уклоняется Я кстати Второго Врага Слева Вижу Поле зрения Проскочил Так Цель Поражена Отлично Ну и давайте Второго Супостата Захватим Это что он тут Летает Захват Они Отступают Нам Преследовать Да Я могу Проатаковать Если хотите Отставить Иджис 3 Наша задача Обеспечить Безопасность Карга 1 А не Отдаляться От него Нашего топлива Недостаточно Для затяжного Боя Так что Выйди из боя И перегруппируйся С Карга 1 Ну как Скажете Командующий Говорит Иджис Мы связались С министерством Барона Рафаэля У них Была попытка Переворота Небольшая Группа Солдат Начала Восстание Теперь Ситуация Под контролем Восставшие Были арестованы И королевская Армия Вернула Контроль Над аэропортом Министерство Обороны Рафаэля Очистило Аэропорт И гарантирует Безопасную Посадку Продолжайте Полет По сопровождению Карга 1 Главный герой Говорит Что происходит Иджис 1 Говорит Принял Бишоп Иджис 2 Была Подбита И возвращается На базу Предупредите Диспетчера И подготовьте Медицинскую Помощь Главный герой Спрашивает Иджис 2 Будет в порядке Не беспокойся С ней Все будет Хорошо Ее навыки Побегства Так же Хороши Как и Боевые Навыки Так что Возвращайся К миссии Иджис 4 Сказал Надеюсь Больше Врагов Не будет Больше Не должно Быть Эти повстанцы Пока что Не должны Быть Настолько Сильны Капитан А ты хорошо Знаешь страну Рафаэль Был там Несколько Раз Нация Не настолько Едина Как кажется Там Процветает Предубеждение Людей Друг 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 И дискриминация На поверхности Все кажется Довольно Спокойным Благодаря Правлению Королевы Анны Королева Анна А Да Я забыл Что Мальчишки Типа Тебя Не знают Про нее Наверняка Ты куда Больше Слышал Про Сына Королевы Принца Цезаря Который Не так Давно Вышел На сцену Многие Люди Думают Что Королева Слишком Стара Но Из-за Закона О престолонаследии Она Не может Передать Правление Так что Формально Принц Правит Но Королева Управляет Истиней Как Регент Королева По-прежнему Удерживает Большую Часть Власти Не так Ли Да Королева Управляет Почти Всем Парламент Это Просто Фикция И Она Является Диктатором Уже Десятки Лет В целом Страна Стала Немного Лучше Когда Она Пришла К Власти Но А В чем Проблема В этой Стране Всегда Были Проблемы И Сепаратистские Настроения И После Открытия Чуниума Многие Социальные Проблемы Умышленно Преувеличиваются Людьми Со Скрытыми Мотивами Я Боюсь Что Влияние Антироалистов Становится Все Сильнее И Пока Что Я Не Вижу Чтобы Королева Что-то Предпринимала В любом Случа Вечных Друзей Не Бывает Бывают Только Вечные Интересы Королева Принц Повстанцы Вдовесок Старой Юниона Какой Хаос Бишоп Звен Иджис Каргаден Успешно Прибыл В пункт Назначения Миссия Выполнена Возвращайтесь На базу Вот Миссион Комплит Миссия Будет Завершена Через 15 Секунд Так что Надеюсь Это видео Было Кому-то Интересно И всем Спасибо Всем До свидания